добрый день мои хорошие вы на канале светлана лостева это канал о вязании и сегодня я хочу вам показать вот такой интересный джемпер который я нашла в свободном доступе вот эта картинка меня очень заинтересовала потому что джемпер такой милый такой очаровательный он так как то вот знаете прям притягивает взгляд вот вроде бы узор такой простой да и в то же время может быть вот эта совокупность нежного розового цвета и вот этих маленьких таких милых косичек да вот эти переплетения не таких грубых таких прям ярких больших да а вот все такое нежное трогательное в общем не сочарование да сегодняшнем видеопроекте у нас будет составляться с вами описание на размеры российские 42 44 46 48 и 50 подробнейшим образом мы рассмотрим как связать этот джемпер разберем все нюансы все расчеты у нас будут полностью я расскажу как располагать правильно узоры схематично рисую то есть весь полный разбор вязание будет в сегодняшнем видео проекте и так мои дорогие сейчас мы посмотрим выбор пряжи дорогие рукодельницы я очень рада что вы зашли на мой канал если вы впервые на моем канале не пожалуйста не забудьте подписаться на моем канале многие интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком и будет еще больше будет узнавать о новинках моего канала сразу же не забудьте поставить лайк под видео это подняты вверх пальчик ваши лайки повышают рейтинг видео и это не пустые слова и к тому же так видео попадает ваш папочку понравившихся для вязания этого джемпер я выбрала пряжу ярн арт силку роял очень хороший состав 35 процентов шелка и 65 мериносовой шерсти мягкая пряжа пушистая немного видите в 50 грамм 140 метров и цвет 432 это турецкая пряжа что я хочу сказать про эту пряжу очень мне она нравится средней толщины пряжа очень приятная на ощупь у некоторых ее расцветок есть вот такой какой-то меланжевый эффект да то есть вот эти на фоне розового такие проблески белого вообще она немного конечно блестит пушится и абсолютно мягкая совершенно не чувствуется никакой не колкости ничего такого неприятного жесткости какой-то нет очень приятная на ощупь к телу материал поэтому я его очень сильно рекомендую девочки по поводу некоторые спрашивают скатывается или нет что я могу по поводу этого сказать вся пряжа скатывается все что имеет в своем составе шерстью просто по по логике вещей будет скатываться и так мои хорошие вот так выйдет схема первого узора узор а он называется и схема узора б но мне такое обозначение непривычно эти условные обозначения я в общем переделал эту схему под знакомые мне восприятие и вот так вот у меня получилось узор один узор 2 да вот и смотрите поэтому я объясняю буду вот именно поэтому что у меня есть все эти узоры вяжутся ширину мотив 9 петель все эти косички по 9 петель и высоту узор номер один с первого по 12 ряд узор номер два с первого по восьмой ряд затем повторяются вот эти все переплетения девочки не пугайтесь вот особенно узор один это вообще просто запоминается на 1 2 там все очень логично вяжется вы поймете когда будете детально разбираться узор номер два тоже запомнить 7 рядов ну тем более зачем их запоминать там тоже все логично повторение вот этих движений переплетений один раз вяжите и все у вас запомнится так что узор очень простой но такой симпатичный далее что хотела вам показать теперь что касается вот вот все что я нашла никакого описания больше не было вот посмотрите вот так выглядит выкройка рука в 45 сантиметров в высоту сама длина 55 сантиметров данного джемпера ну и я так понимаю это же у нас на разные размеры вяжутся вот здесь указана таблица до этих размеров что тут в сантиметрах тоже так ну и ширина здесь сорок шесть с половиной пятьдесят два пятьдесят семь шестьдесят три сантиметра но это все конечно хорошо все очень замечательно как видите здесь есть у нас с вами пройма на выкройке присутствие то есть подобие классического варианта да ну и если это так мне не понравилось здесь окат такой рукава интересно я считаю что это джемпер достоин обычной классической выкройки вот такой вот и значит составлена получается это выкройка на три размера 42 44 первый размер затем идет у нас 46 48 до и 50 52 размер и в общем при таком девочки раскладе я составляю описание на эти все размерчики вот и сейчас я вам их покажу я вам звала милый прелестный джемпер вот эти три размера значит пряжу вы уже видели расход пряжи 450 500 грамм может быть даже 550 грамм потому что все таки там присутствует 4850 до размер спицы используют три с половиной нам понадобится спицы три с половиной круговые спицы там еще понадобится для вывязывания шишечки крючок крючок будет у нас тоже номер три с половиной так плотность вязания мы определяем в конце видео когда свяжем узорчик поэтому можете значит посмотреть как это сделать кому интересным дальше выкройка вы ее уже видели и описание вязания которые я выложу под видео поэтому вы тут все это дело внимательно изучите вижу как распределять узоры вот здесь все расписано на разные размеры ну в общем вот таким вот образом как каким образом я распределял вот эти вот эти все узоры почему именно так а не иначе я очень подробно останавливаюсь на этом в конце видео когда идет у нас расчет вот это расчетная часть где мы с вами начинаем определять как используя плотности ширину спинки определить наборное количество петель да вот поэтому там пожалуйста посмотрите это повнимательнее здесь я на этом не буду заостряться обычное описание которое составляется по выкройке и в общем-то все это очень легко вы увидите под видео я буду больше вам это все демонстрировать мои хорошие давайте сейчас вами вязать узорчик вязать мы будем с вами вот по таким двум схемам смотрите значит и между ними будет изнаночной петельки вывязываться это вот узор у нас один и узор 2 узор один нас будет с шишечкой до узор 2 это вот эти косички боковые узор 1 центральный узорчик и для образца я набрала 35 петель объясняю что это такое значит мы вяжем с вами один раппорт узора 21 раппорт узора 1 между ними вяжем 5 изнаночных и по 5 изнаночных с двух сторон справа слева то есть на фоне изнаночной гладите косички хорошо смотрятся и плюс 2 кромочные и того 35 петель и я их уже девочки набрала вот набрала спиц у меня три с половиной и в общем начинаем вам показывать первый ряд сейчас будем прям петельки сам распределять и вяжем первый ряд у нас с вами и того и сего узора первая лицевая далее начинаем с вами 5 изнаночных 1 2 3 4 5 дальше у нас вяжется первый узор номер 2 вот как он у меня нарисован значит мы с вами делаем переплетение перекрещиваем 3 петли налево перекрещиваем первые 2 перед работой 3 за работой поменяли их местами до провязали изнаночная 1 и 2 лицевые дальше мы вяжем с вами следующие 3 петли перекрещиваем направо снимая на правую спицу у нас значит первая петля за работой эти две 2 2 2 3 перед работой поменяли их местами провязали как 2 лицевые изнаночные следующие изнаночные следующие у нас с вами перекрещивание также на 3 петельках идет налево то есть мы опять с вами 2 первые петли перед работой 3 за работой и также вяжем изнаночная 2 лицевые связали дальше 5 изнаночных 1 2 3 4 5 и у нас узор номер один тоже на 9 петельках вяжутся первые 2 у нас идут изнаночные 1 2 даже перекрещиваем с вами 5 петель на право 5 петель для этого я снимаю на правую спицу 5 петель завожу 3 первые за работу в освобождаю следующие 4 5 перед работой да и вот так их возвращаю на левую спицу и провязываю как 2 лицевые изнаночная и 2 лицевые вот так и 2 изнаночные у нас это у нас с вами раппорт получился узора номер один первый ряд остались у нас с вами 5 изнаночных мы же на фоне изнаночной глади и кромочная мы тоже вяжем изнаночный и смотрите значит изнаночный ряд 2 и все последующие вяжутся как смотрят петли кто не знает девочки показываю смотрят петли это значит если вот на осмотр лицевая мы вяжем ее лицевой сейчас будет на осмотреть изнаночные про вяжем ее изнаночный вот опять смотр нас лицевая мы ее лицевой провязали смотрят на нас изнаночные мы их изнаночные провязали и так значит каждый ряд изнаночный четный мы вяжем как я вам сейчас показываю у нас сами третий ряд до вяжем третий ряд и у нас первые идут 5 изнаночных наши изнаночная гладь и первый ряд нашего узора до так первый ряд нашего узора будет так смотреться 1 идет изнаночная и дальше мы перекрещиваем с вами 4 петли 4 лицевые петли на право снимаю на правую спицу первые 2 за работой затем 1 следующие 2 перед работой перекрещиваем их и вяжем как лица на 4 лицевые дальше у нас 2 изнаночные и 2 лицевые связали это у нас получился 3 с вами ряд узора номер 2 вяжем с вами изнаночную гладь 5 изнаночных и приступаем с вами к узору номер один значит первую нас вяжется изнаночная далее перекрещивание 3 петель направо меняя местами изнаночные 2 лицевые и вяжем их также первые 2 лицевые получаются и изнаночная которая была за работой дальше нас идет изнаночная и снова перекрещивание 3 петель теперь уже налево первые 2 лицевые перед работой изнаночной за работой меняем их местами и вяжем их как изнаночная 2 лицевые так дальше нас идет изнаночная на этом узор номер один заканчивается и начинается 5 петель изнаночной глади изнаночный ряд 4 вяжем как смотрят петли так у нас сами пятый ряд нашего узора узоров да у нас их 2 опять у нас начинается изнаночная гладь 5 изнаночных вначале и узор номер два пятый ряд перекрещивание у нас идут с вами направо 3 петель мы меняем местами 2 лицевые изнаночные изнаночные за работой лицевые перед работой и вяжем 2 лицевые и изнаночные дальше нас идет перекрещивание опять таки 3 петель на лево первые 2 лицевые перед работой дальше идет изнаночные за работой вяжем как изнаночные 2 лицевые провязали и снова перекрещивание 3 петелек у нас теперь на право 5 меняя местами за работа изнаночная перед работой 2 лицевые вяжем их как 2 лицевые изнаночные дальше идет у нас 5 изнаночных так сколько у нас 5 и у нас с вами идет значит узор номер один пятый ряд и мы с вами перекрещиваем первые вот эти первые три петли направо меняем местами изнаночную и лицевую 2 лицевые да и вяжем как 2 лицевые которые перед работой изнаночные заработать тоже изнаночные дальше нас тут 3 изнаночные 1 2 3 перекрещиваем 3 петли на лево первые 2 перед работой изнаночные за работой и вяжем ее как изнаночная 2 лицевые так это у нас с вами узор номер один был пятом ряд и дальше идет у нас 5 изнаночных наша изнаночная гладь так дальше у нас идет шестой ряд как смотрят петли девочки на с вами 7 ряд опять начинаем мы с вами с 5 изнаночных 1 2 3 4 5 и у нас с вами раппорт 7 ряда мы вяжем 2 лицевые 2 изнаночные меняем 4 петли на лево перекрещиваем значит первые все четыре лицевые у нас первые 2 лицевые перед работой далее 2 заработали лицевые поменяли их местами и провязали 4 лицевые и 1 изнаночная так это у нас получился 7 ряд узора номер 2 теперь она с вами идут 5 изнаночных так начинается 7 ряд узора номер один и мы вяжем 2 лицевые 2 изнаночные и шишечку вяжем крючком крючок у меня три с половиной вяжу я его вот так можно спицами вязать я вытягиваю 1 2 три четыре раза то есть четыре накида делаю все через все четыре петли протягиваю видите да ниточку еще раз протягиваю ниточку снимаю петлю переворачиваю наши вот так вязание и вот за эту дужку который вот здесь ведь торчит вот она видите вот таким образом задушку цепляюсь да и еще раз вытягиваю петлю чтобы зафиксировать и теперь эту петельку одеваю на спицу получился такая упругая шишечка вяжем 2 изнаночные и 2 лицевые вот такой легкий 7 ряд и у нас идет с вами 5 изнаночных это наш с вами изнаночная гладь 8 ряд мы вяжем как смотрят петельки и так девочки у нас с вами 9 ряд но узор номер два у нас начинается с первого ряда то есть у нас раппорт узора с 1 по 8 ряд для узора номер два поэтому сейчас мы вяжем с вами опять первый ряд нашего узорчика а для узора номер один продолжается рапорт еще мы его до конца не связали я вяжу первые пять изнаночных связали да и начинаем с вами переплетение делать с первого ряда 5 мы с вами 3 петли перекрещиваем налево лицевые перед работой изнаночная 1 за работа и провязали их изнаночные 2 лицевые опять перекрещиваем 3 петли теперь направо изнаночные заработы лицевые 2 перед работой провязали как 2 лицевые изнаночные дальше нас идут 3 петли перекрещиваем налево первые 2 лицевые перед работой изнаночные за работой провязали изнаночные 2 лицевые дальше нас идет с вами 5 изнаночных так и девятый ряд нашего узора номер один девятый ряд перекрещиваем с вами 3 петли налево первые 2 лицевые перед работой изнаночные за работой и провязали первые изнаночные 2 лицевые дальше 3 изнаночные по центру и тут и тут мы также перекрещиваем 3 петли теперь направо изнаночная за работой 2 лицевые перед работой и провязали 2 лицевые изнаночные все работ связали 9 ряда остались 5 изнаночных это наша изнаночная гладь кромочная мы тоже вяжем изнаночные так 10 ряд вяжем как смотрят петли вяжем с вами одиннадцатый ряд значит смотрите девочки у нас вяжутся 5 изнаночных вначале да вы помните 5 изнаночных и далее у нас идет уже третий ряд узора номер 2 на же раппорт уже 2 раппорт пошел высоту мы вяжем 1 нас идет изнаночная затем 4 петли лицевые мы перекрещиваем направо для этого мы их меняем местами первые 2 за работой следующие 2 перед работой и вяжем их 4 лицевые вот так дальше тут 2 изнаночные и 2 лицевые вот такой нас крендел уже с вами вырисовывается дальше тут 5 изнаночных между ними между рапортами узорами так 5 изнаночных и мы с вами оказываемся в 11 ряду узоры номер один и вяжем изнаночная перекрещиваем 3 петли на лево 2 лицевые перед работой вяжем изнаночные 2 лицевые изнаночные и теперь перекрещиваем следующие 3 петли на право изнаночные за работой 2 лицевые перед работой вяжем как 2 лицевые изнаночные и далее у нас с вами вяжутся 5 изнаночных а вру девочки затем значит пусто как мы перекрестили с вами 3 петли провязали еще одна изнаночная да она к рапорту относится и только после этого у нас вяжется 5 изнаночных просто как получилось у нас там я не озвучила где закончился рапорт он закончился после изнаночной так у нас остался 12 ряд связать как смотрят петли и далее я показывать не стану потому что у нас будет пятый ряд узор номер два и первый ряд у нас будет узор номер один то есть рапорты повторяются да и вы сможете без труда по схеме их повторить главное что я показала вам начало как как это все дело вяжется как это все дело смотрится я уверена вы не запутаетесь потому что потому что там по логике вещей узор как бы повторяется да и по логике вещей уже становится понятно куда у нас будут перекрещиваться в каком направлении петельки особенно это касается узора номер один смотрите мои хорошие вот здесь просто получается такой у нас овал да и круг вырисовывается узор номер один и в центре шишечка и все здесь конечно такие клиндельки у нас вырисовываются в узоре номер два вот но там тоже очень легко по логике догадаться куда что посмотрели до схему и все поняли да где что и как поэтому узор несложно и среднего уровня сложности и очень красивый такой знаете милый очаровательный узорчик получается я сейчас свяжу еще несколько рапортов до высоту чтобы это смотрелось более как бы эффектно смотрелось наш узорчик для мастер-класса затем сделаем влажную тепловую обработку узорчика померяем плотность и я расскажу как распределить узоры на тот или иной размер так делается влажный тепловой образца связано горячим паром вот так я все это дело вытягиваю сейчас у нас получилась мягкая податливая полотно она сама сейчас приобретет форму единственным надо края чтобы они вот так не закручивались еще раз паром пройтись дать посохнуть нашему образцу так мои хорошие смотрите значит образец наш готов и я прикладываю к нему линейку вот от краешка нашими и вот сюда не получается 15 с половиной сантиметров мы с вами набирали 35 петель 35 поделить на 15 с половиной у нас получается 2 целых двадцать пять сотых я записываю что у нас с вами получилось в сантиметре 2 целых двадцать пять сотых петель теперь что касается вертикальной плотности также в наш образец по вертикали вот так замеряем ну сколько здесь получается собственно 10 с половиной нет ну здесь 1111 и у меня здесь сколько рядов у меня девочки 2 рапорта я вот сужу по узору номер один два рапорта еще первый ряд я провязала 3 рапорта в общем получается 12 12 это 24 ряда и еще один двадцать пять рядов я двадцать пять рядов делю на 11 у меня получается 22 ну давайте округлять 227 2 и 3 да то есть в одном сантиметре у меня 2 целых три десятых ряда помещается так и теперь наша задача с вами по выкройке составить описание узнать сколько нам на тот или иной размер набирать и распределить красиво симметрично вот эти наши два узорчика расположить чем мы сейчас и займемся вот что я значит по выкройке выписала здесь себе у нас что с вами получается интересного на сорок два сорок четыре размер у нас ширина спинки сорок шесть сантиметров так для сорок семь верни по моему сорок семь по моему для сорок шесть сорок восемь пятьдесят один сантиметр для пятьдесят пятьдесят два пятьдесят пять сантиметров так и мы с вами умножаем эти величины на плотность то есть 47 умножить на 2225 получаем сто пять петель то есть здесь сто пять и семь даже петель практически сто шесть дальше у нас с вами идет пятьдесят один сантиметр на два двадцать пять сто четырнадцать я уже записал 75 до и пятьдесят пять сантиметров нас на 55 умножить на 225 это будет сто двадцать три и семь все это я записала так запись записано это количество петель предположительное да то есть ориентировочное которое нам понадобится на ширину нашей спинки для нашего размера теперь что касается распределения узоров девочки смотрите раппорт узор здесь 9 петель и здесь то по центру у нас идет с вами вот этот вот узор номер один красивый шишечкой и я всегда условно черчу вот так значит линию до и сейчас мы будем с вами на этой линии распределять наши узоры как новая во-первых центр да я пишу узор 9 с шишечкой до 9 и вот здесь ставлю узор один будет понятно что 9 петель узор один дальше у нас идет с вами изнаночная глаз двух сторон она идет пишу 5 изнаночных 5 изнаночных двух сторон дальше у нас должен идти сами узор номер 2 9 тоже он петель раппорт я пишу 9 2 и здесь тоже 9 2 так опять идет изнаночная гладь 5 5 с одной стороны с другой 5 изнаночных дальше опять идет узор один я пишу 9 1 9 1 правильно дальше опять идет изнаночная гладь по 5 петель согласно со мной да и давайте еще значит еще один дальше идет у нас 9 2 узор снова 9 2 и опять изнаночная гладь 5 петель изнаночной глади так и того мы сейчас посчитаем хватает ли нам для нашего напора так получаем по 5 считай 1 2 3 4 5 6 7 8 8 на 5 это будет 40 петель уже до и по 9 раз на 3 4 5 6 7 и 7 умножить на 9 это получается 63 петли то есть наш узор уже составляет 103 петли и плюс 2 кромочные мы прибавляем с вами да вот таким образом расклад у нас идет узоров и того 105 петель 105 петель и вот так распределили мы с вами узор на 42 44 раз что касается размера 46 48 у нас должно быть 114 петель ну 115 если округлять а у нас значит вот 105 то есть нам не хватает с вами 10 петель что я предлагаю мои хорошие я предлагаю их включить в наш узор по 9 петель мы не можем включить потому что это очень большой быть прибавка да вот узор сюда наши но мы можем с вами включить еще дополнительную изнаночную гладь то есть мы с вами сюда еще добавим 5 изнаночных справа и 5 изнаночных слева и того мы компенсируем с вами недостающие 10 петель да то есть чтобы у нас получил 115 петель то есть узор у нас остается такой же для 46 48 размера то есть вот такой же порядок но мы добавляем справа и слева по 5 изнаночных кстати здесь я не написала что еще по одной кромочной они так и есть это понятно да мои хорошие и я пишу что для значит это 42 44 а для 46 48 размеров у нас получается расклад такой же будет то есть также будет 103 петли плюс 2 кромочные и плюс 10 дополнительных изнаночных и того 115 петель вот вот так все это выглядит теперь что касается большого размера 55 сантиметров у нас набор 123 стукнуз 124 получается приблизительно до петель что тут у нас ну смотрите нет нет значит 105 петель а нам надо получается добавить мы и сто двадцати трех сто двадцать три отнимем сто пять восемнадцать петель идеальный расклад получается у нас с вами 18 петель то есть мы по 9 петель с вами добавляем сюда то есть у нас получается вот этот костяк нашего узора 100 105 петель 105 петель да и мы добавляем вместо вот этих изнаночных по 5 которые были предыдущего размера мы добавляем с вами полноценный узор 9 на 9 петлях номер один справа добавляем и слева и того добавляем 18 петель до вот так для 50 52 размера иными словами из этого у нас будет складываться наше 123 петли вот надеюсь я понятно это все объяснила и у вас не будет сложностей прям знаете как первом классе даже вам нарисовал схематично да не будет у вас я надеюсь сложности в том что я здесь сейчас вам расположила как в порядок узоров теперь что касается вертикальной нашей плотности девочки здесь я вам сейчас тоже крат кратко расскажу значит у нас с вами вертикальная плотность какая там было я уже не помню 2 и 3 по моему да и мы с вами должны что сделать да вот здесь я писала 2 целых три десятых так и вы смотрите если у вас средняя длина джемпер там 56 сантиметров до вы умножаете на 2 и 3 нашу плотности получаем 128 рядов но 129 129 рядов это все я вам просто рассказываю что длина вашего изделия должна измеряться не в сантиметрах а в рядах потому что после стирки полотно вытягивается да вы сами знаете это прекрасно чтобы не случилось такого как бы несоответствие тому что мы вяжем и того что получается в результате после влажно-тепловой обработки мы должны с вами обязательно учитывать ряды девочки ряды то есть вы должны рассчитать узоры так чтобы у вас получилось 129 рядов при высоте 56 сантиметров джемпер и это понятно у вас может быть другая высота у вас может быть там я не знаю 55 сантиметров вот так же умножайте на плотность 2 и 3 и получаем 100 126 рядов то есть я вам просто для примера показывает также вы вычисляете описание когда составляете если у вас предположим 38 сантиметров там идет до проймы до как их посчитать вы также 38 сантиметров умножаете на плотность 2 и 3 получаете вот 87 рядов и только после этого когда у вас будет 87 рядов вы начинаете делать убавки для проймы то есть я вот вам рассказываю как составляется индивидуальное описание конечно у вас будет выкройка конечно будет у вас описание но выкройку всегда можно скорректировать под свой размер да и на выкройке можно внести свои значит изменения по петель на и там в сторону увеличения уменьшения руководствуясь вот теми объяснениями которые я вам сейчас рассказала да то есть плотность может быть вы возьмете другую пряжу да вы свяжете также образец у вас будет другая плотность у вас будут другие спицы вот у меня три с половиной да то есть все вы можете связать из любой другой пряжи которую вас под рукой который вам нравится и также по аналогии как я вам сейчас объяснила составить свое индивидуальное описание ну в общем собственно говоря все что я могла девочки я до вас попыталась донести надеюсь вы меня услышали и у вас все получится вот и я вам желаю удачи мои хорошие да но до новых встреч